Я на остановке остановился, вот здесь, на колледж бизнеса. В это время ехал навстречу троллейбусу с 15-а. И вот я на него смотрю, и тут взрыв происходит. Ну, я сразу это людям сказал, что взорвали троллейбус, и побежал туда вытаскивать людей. Ну, я первый сразу подбежал к водителю, спросил, живой он или нет. Он говорит, живой. А потом сразу заскочил и начал людей вытаскивать. Потому что заскочил женщина так, что потом заскочил, и мне женщина говорит, помогите мне. Я там поручни с ней убрал и начал ее вытаскивать. Потом девушка. Потом не помню ее. Вошли два человека. Сейчас я уже не могу вспомнить. Я только заперл, помню, что два человека вошли. И в этот момент прозвенел взрыв. Ну, мне показалось, что взрыв сзади троллейбуса. Я назад смотрю, и в это время женщина матом, как замотиться и кричит, надо бежать отсюда. И все повыскочили с троллейбуса. Куда люди побежали, я не видела. Я когда свой троллейбус оббежала, увидела, что водитель выскочил, и увидела взорванный троллейбус. Естественно, я побежала следом за ним. Выскочила на дорогу. Одновременно звоню по телефону, уже вызываю, как говорится, помощь. Вот. И стоит мужчина с грудным ребенком на руках. Куда он потом делся, этот мужчина? Ребеночек был без шапочки, весь окровавленный. Это из вашей... Нет, напротив. Он уже с троллейбуса выскочил, с этим ребенком на руках. Ребеночек в розовом комбинезоне. Куда они потом делись? Я не знаю. Может быть, увезли их. Там очень много подъезжало машин, настоящая машина. Тут же грузили раненых и увозили их. Люди очень помогали. Солдаты выскочили с арки, стали помогать, вытаскивать всех. Зрелища, конечно, не есть приятное.